Приветствую, на связи Мамберс. И сегодня в очередной раз мы будем искать отцов, детей. Как всегда, в какой-то деревне одна дамочка начала раздвигать свои ножки направо и налево, в результате чего появились дети, как будто бы она этого не знала. Она это точно знала, но вот чего она не знает, так это от кого эти дети. Поэтому с моим коллегой Андреем Малаховским мы сегодня разберемся, что там к чему. Приятного просмотра. Это Яна Родина, многодетная мать из Медвежьегорска. Родив троих дочерей, женщина не знает, от кого конкретно девочки появились на свет. На данный момент Яна предполагает, что 7-летняя Олеся, это дочь строителя Олега... Предполагает, предполагает. Четырехлетняя Настя родилась от предпринимателя Руслана, а двухлетняя Юля от водителя Игоря. Но до конца Яна не уверена в своих предположениях, потому что мужчин было больше. 1500 где-то так, плюс-минус, я подозреваю. По поводу Олеси и я... Вот это она все говорит при детях просто. Не уверена. Папа родин Олег Александрович. Вот Настя, это вот Руслан. Но на все 100% я не уверена. А у Юлий папа Игорь Соловук Александрович. Накануне программы мужчины, которых Яна подозревает в отцовстве, не побоялись и сдали в лаборатории анализ ДНК. Потому что уберу... Сдал, так что. Сейчас проверим, может быть, я отец. Кто знает, кто знает. Утверждены, что не имеют отношения к этим детям. Однако сама мать уверена, что ее предположения оправдаются. Сегодня в нашей студии мы узнаем, от кого родила своих детей многодетная мать Яна Родина. И удастся ли нам решить это уравнение с тремя неизвестными. Уравнение с тремя неизвестными Яна Родина сегодня в нашей студии. Здрасте. Не, ну это уже системно надо составлять, когда три неизвестных. Даже, ну типа трехэтажную получается. Вот что было последней каплей, которая заставила тебя написать письмо и попросить о помощи? Ну вот я была замужем, у меня был официальный брак. Трое детей от разных мужчин. В данный момент я осталась абсолютно одна с детьми. Сил у меня больше поднимать их нету. Я видел, как ты плакала... То есть, ну все логично, она хочет, условно говоря, посадить на элементы отцов, чтобы, ну, хоть как-то помогать. Причина нормальная. Начало программы на видео у себя там в Карелии. Давайте посмотрим, внимание. Ну так получилось, что вот все равно дети остались без отца. Я хочу, чтобы они знали, что у них вот, у каждого есть свой папа. А не так, что вот пришел ребенок со школы и спрашивает, почему у них есть папа, а у меня нету. А как я могу ребенку объяснить, что вот у тебя такой папа, что ты ему, ну не нужна ты ему? Да не, 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 солнышко, дело не в этом, нужна ли она или нет. Дело в том, что надо говорить так, что твоя мама в душе не... Кто ее папа? Кто твой папа, вернее? Вот я хочу, чтобы Олег, там, Руслан, Игорь, чтобы вот вы не говорили, что это ваши, не ваши дети, чтобы вы все-таки их признали своими детьми. Дети, они же ни в чем не виноваты. Правильно, дети ни в чем не виноваты, и родители не выбирают. С каждым годом все хуже и хуже, а просто топят и топят. И порой, да, бывает такое, что срываешься, опускаются руки. Уже в них, ну не хочется жить уже. Вы их сделали, вы обязаны просто их помочь и поднять их на ноги. Они-то не виноваты в этом, что вот вы такие оказались, что вот вы побежали там себе других... Дея, подружанник, знаешь, что я думаю, истинная причина в том, почему отцы не хотят брать ответственность за этих детей. Потому что ты себя так вела, понимаешь? Если бы ты была нормальной матерью или нормальной женщиной, да, не шмаровозкой, так сказать, да, то они бы без проблем приняли. Вот. А если бы ты еще была уверена, кто из них кто, тогда бы ты просто сделал тест ДНК и все, и посадил его на элементы. Элементарно. Но проблема в том, что ты сама не знаешь, кто есть кто. и потом жен искать. Итак, Олег, Руслан и Игорь. Давай вот конкретно к фотографии, чтобы все понимали, да, и у всех был какой-то визуальный ряд. Ты в середине. Вот, скажем так... Что там за смех, я не понимаю, а? Так, девочки. Да, да. Что смешно? Это трагедия. Кто, где и от кого какие дети. Значит, Олег, я с тенем постарше, на него были записаны сейчас все. Все трое детей. И он сейчас... Левый нижний угол, и он отказывается сейчас платить, потому что... Это не его на дети. ...что это не мои дети, да, и не хочу точить весь этот груз. Алименты сейчас на мне все. Так, первая девочка у тебя это... Олеся. Олеся, ей 7 лет. Она от кого? Ну, оху, его знает. Без понятия. Ты тоже 7 плюс 1. 8 лет назад была, и ты думаешь, я помню? Я считаю, что она от Николая, но на всех 50% я не уверена, так как в моей жизни было случай, что меня взяли силой, поэтому как бы я 100% не уверена, что она его на... То есть... Да, Андрей, ее взяли силой, так сказать. Все правильно, ты понял. Это слово нельзя называть. Изнасилование? Да. Так, а это Николай? Да. Следующая дочка от кого? Ей 4. Да, Настя. Настя. Настя 4, она от кого? От Руслана. Руслан. Это он? Да. Он признает дочь? Он помогал хотя бы, когда... Нет, не признает, не помогал. Опять-таки, я повторюсь, что Руслан не хочет брать ответственность, наверное, только потому, что он не уверен, что это его дочь. Ну, с твоих слов, получается, и он не хочет им доверять. Так, его что останавливает? Ему нужно ДНК, что это действительно ионное. Хорошо. Дальше. Младшая дочь, 2 года. Юля. Юля. Она от... Ну, теперь уже понятно, что это от... Игоря. Игорь. Как я понимаю, Игорь, это брат Руслана. Да. Как у тебя получилось, что ты от одного брата перешла к другому? Ты начала встречаться сначала с одним, потом поняла, что он детей не признает в... Ну, такое совершенно все равно, и стала встречаться с другим братом более серьезно. Да. Уверен, там совершенно другая была причина. Вот если бы сейчас Андрей, мой коллега, соответственно, не подсказал бы ей, да, то она бы выдала совсем другую информацию. Для себя объясняю твою позицию, потому что жить в одном доме сначала с одним, потом перешла к другому, но... Я как бы тебя пытаюсь оправдать, понимаешь? Мы не жили в одном доме с Русланом, мы вообще у нас... Мы не жили, вообще у нас были просто вот встречи. Плотские утехи, назовем их так. То есть... На тот большак. Хорошо. Значит, тоже не помогает и тоже не признает. Нет. Ясно. Теперь ситуация в следующем. Значит, зима на носу, уже снег выпадал, ты одна с тремя детьми, никто тебе не помогает, и от Олега у тебя не было детей, как я теперь понимаю. Нет, не было. Не было детей, но все были записаны на него, и Олег вроде бы не хочет чувствовать себя дураком, что эти трое, да, развлекались, нарожали детей, а он должен платить алименты за кого-то. Я надеюсь, сейчас не будет такой ситуации, как была у меня в предыдущих выпусках, что выйдет Олег, и на него какая-то сумасшедшая мамаша накинется. Че, вы за делали ответственность? Че, отказываетесь? Че, елки-палки, на-на-на. Нет, нет, так не должно быть. Олег и так, я так понимаю, прожил несколько лет с этой бестией, да, и все, и устал, устал от этого. Вот теперь ситуация понятна. Итак, давай посмотрим, как ты теперь одна с тремя детьми в своей этой медвежьей горе среди лесов. Ну вот здесь вот эта наша квартирка в четырехквартирном бараке, как бы он поделен, вот эту квартиру мы купили по материнскому капиталу, вот. Я так понимаю, отопление на газу, да? Да тут твоя мама, тут твоя мама. Все-все-все-все-все. И прям совсем-совсем вот так вот. Вот так вот мы вот, приходится вот и мучить детей, чтобы вот так вот, чтобы что-то пойти сделать, нужно вот, чтобы она так вот плакала. А папы нам помогать не хотят. Не хотят нам папы помогать? Нет. На иждемене трое детей, зарплата 10 тысяч. Бывало такое, что даже дети ели просто один чистый рис несколько дней, потому что нечего было им туда положить. И мы начали питаться пельмени, пельмени, там, или бич-пакеты мама покупала. Бывают такие моменты, что хочется к самой жизни уйти, потому что нету сил уже порой справляться. И, подруга, ты бросить мысли, не надо, не надо. Ты сама виновата, кто к чему ты пришла. Да, пойми, пожалуйста, но хочется тебя уже и жизнью идти. Нет, 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 так не пойдет. Давай детей в детский сад, в школу и на работку. И хоть как-то попытайся их обеспечить, окей? Всем этим. Все, я решила, что добьюсь, я докажу, что это их дети. Почему вот они должны жить в достатке, а я вот так вот должна перебиваться? Натерпевшись от всего, от мужчин, я уже мне вот как бы, вот я знаю, что дети, они меня не предадут никогда. Да, и если я знаю, что они меня всегда в трудную минуту поддержат. Хочу сказать, что прямо хочется... Грустно, вот такое, типа, всегда так получается, типа, вот мне сейчас искренне жаль, мать, конечно, да, что она осталась в такой ситуации. Но я в тот же момент понимаю, что она сама себя к этому привела. Своим образом жизни, своими там мыслями и действиями и поступками. Так что, ну, смешанные чувства пока что. Ну, я думаю, к концу программы вообще что-то поменяется. Переименовать программу, знаешь, назвать не уравнение с тремя неизвестными, а все мужики СВО. Да, СВО, да. Судя по тому, что Лада Дэнс у нас сегодня в гостях. Или для тебя эта история все-таки, Лада, больше про расплату, что когда ты не знаешь до конца и не уверена, ты лучше с мужчинами не вступать. Ну, о чем мы говорим? Она настоящая мать, ей браво. И мужчины ее очень любят, как мы поняли. То есть она пользуется успехом. Просто сейчас действительно женщина доведена до отчаяния. Я тебе скажу честно, ситуация где-то со мной прикликается, потому что мне мой бывший муж тоже не помогает. И если я когда-нибудь дойду до ручки, я тоже приду к тебе. И тоже буду говорить, что наконец-то обезуйте, пускай как-то детям тоже. Хорошо, я пока работаю, пока могу. А вдруг я завтра не смогу заболеть? Ну, не дай бог что, понимаешь? Я Яну очень понимаю. И давайте, понятно, что если мужчина не хочет, заставить его очень сложно. Но у него уже есть сердце. Не-не-не, подруга. Если мужчина не хочет, да, но он обязан. И вот не сложно заставить, поверь ты. Государство все для этого сделает. Есть ДНК, если действительно это отцы, они увидят передачу, прекрасные девочки. Они ее как любят, смотри, как на руки бегут. Мама для них все. То есть надо обязать отцов, чтобы, ну как, не только мозгами должен думать, но еще и сердце включить свое. А вот Олег, я не поняла его отношения, как он вдруг отказался. Вот эти дети рождались все, и он видел, как они рождаются, и брал их на себя? Как это происходило? Мне это непонятно. Вот о чем я говорил. Сейчас начнем, так сказать, обсирать Олега. А ну вообще, походу, самый хороший человек. С Олегом прожили вообще 4 дня в официальном браке. Больше мы не жили. А как это на него все записано, я не поняла? Он меня взял с первым ребенком, и потом мы ее переписал, мы расписались, и все, его посадили. А, и дальше все? Последующих детей, да, уже записывали автоматом. То есть он был под следствием, я так понимаю, да? И понятно. Олег, сочувствуйте, вот реально хорошо, что ты там присел. Вот ты сейчас как адвокат говоришь, или как женщина? И я вот этого моментика не совсем понимаю и знаю. Ой, давайте до Олега дойдем. Давайте перейдем к Руслану, послушаем, что говорит нам Руслан. Давайте, внимание. Мы не сходились, у нас просто как-то так вот. Видимо, выпил, наверное, лишнего. Че ты улыбаешься, а? Выпил он лишнего, е-мое. И что теперь он бегает, твоя выпила лишнего? Ха-ха-ха, бедня-негодяй какой, а? А мой народ деревенский такой, любвеобильный. Так он нас что делает? На свет выключают, что делать еще? Как рассветет, потом начинаем выбирать, кто папа, кто мама. Настя, может быть, процентов на 30 моя, ну и процент на 30 моего брата, на и на оставшихся 40 Игната, да? Вот на 70 не мое. Человек, когда беременный, хочет там претендовать на отца, он ничего не требует, он стоит в курс, и все. А у нее условия были такие, вплоть до Парижа летать. Я так понимаю, детей нужно рожать для себя. А она манипулирует ими как хочет. Захотела, выкинула на улицу. Вот, вот, вот. То, о чем я говорил. То есть она сначала нам показалась, вылежалась у нас, правильно? А сейчас, оказывается, что она уже и не такая хорошая женщина, не такая хорошая мать, поэтому надо все по порядку выстраивать отношение к герою. Ну, конечно, да. Итак, у Руслана вот такая точка зрения. Он предполагаемый отец Насти, который, да, 4 года. Он сегодня приехал на нашу программу. Руслан Данила, давайте послушаем его. Встречаем Руслана. Что-то сходил в барбершоп или что? Понять не могу, а? Орел. Андрей, я действительно не верю, что Настя моя дочь. Поверьте, у меня есть основания для этого так предполагать. Ну, хотя бы потому, что... Не надо выкрикивать там. Дадут слово, понятно? Подождите минуточку, дайте мне сказать сначала. Дайте послушаю. Дайте мне сначала сказать. Хотя бы потому, что я... Вообще я не отказываюсь от ребенка, понимаете? Но я хочу быть уверен на 100%, что это мой ребенок, понимаете? Сделайте ДНК. Если я начну всем помогать... Сделали, сделали. ...сделали. Поэтому было... Было условие мое, что сделай ДНК. Если это... Умоляю, успокойтесь. Секундочку. Я-то должна была делать ДНК. Это же ты был не уверен. Я предложил тебе, сделай ДНК. Да где у меня такая возможность? У тебя больше возможности сделать ДНК, чем у меня. Я не могу всем делать ДНК, понимаешь? ДНК стоит достаточно больших денег. А на вас в Медвежьей горе спрос, да? Там много женщин записываются. Нет, не кроме того, что... Самое это... Что там у вас есть? Сделать ДНК, если подтвердить, что я отец, я полностью все компенсирую. У вас есть еще дети? Да, у меня есть дочь Сабрина, 4 года. Вы женатый человек и все. Да, у вас моя супруга. То есть у вас семья и все. А в чем причина сомнения, скажите мне, кроме того, что я уже услышал, что отключают свет и непонятно в темноте, кто с кем живет в Медвежьей горе? Ну, это я как бы так... Еще факт, что в Медвежьей горе не подвозят контрацепцию. Вот реально. По всей видимости, там... Мягко сказать, пошутил, потому что... Я понимаю, поэтому... Настолько все надоело за эти года, понимаете? Вот всяческие намеки такие. Там, не хочешь денег подкинуть своему ребенку, там? А мы бы съездили куда-нибудь. Вот то, что я сейчас посмотрел по телевизору, там, Яна прибедняется, там, даже до слезы я даже видел, да? Потому что в жизни не было такого, поверьте мне. Мы общаемся, общались до последнего момента. Я тебе верю, братик, верю, 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 потому что опытом научен уже, что нельзя доверять в самом начале программы никому. Я приезжаю в город, например, на базу затариваться, заезжал, там, чай попьем, там, с Игорем, когда они жили уже все это. Я все это прекрасно вижу, там... Нет, а видите, что, может, ревность как брата, что сначала вы были бойфрендом Яны, потом брат у вас отбил ее, да? Вы все-таки какой-то мужская есть гордость, да? Брат у меня увел девицу, да? Ну, как-то вот... Да нет, как это? У Мэрлина Монро было то же самое. Услана, услана. Если ты сравнила нашу очаровательную барышню и... Мэрлин Монро, ты серьезно? Ну, я... По-моему, даже нечего тут сравнивать, елки-палки. Как бы в гражданском браке... А Татьяна, это кто? Моя супруга нынешняя. Потом, через какое-то время, я не помню, год или полтора года она заявила мне, я беременна. То есть я так прикинул, что, ну, примерно... Мэрлин Монро, это воронье, ты сейчас врешь. По срокам 12 месяцев вынашивает самая ребенка как-то. Ну, вот с тех пор я и засорневался, что мое-то не мое. У нее есть какие-то основания к этому. Я так понимаю, что... В первую очередь, это алчность, это не забота о детях, которые... Это ваше мнение, это ваше мнение, да. Само собой, что это алчность. Это мы не отвергаем это, потому что детей нужно воспитывать, им нужно покупать еду, их нужно одевать. Вдруг окажется, что это ваш ребенок. Вообще я не понимаю, что вы тут пытаетесь разобрать. Он сказал, да, если это мой ребенок, я вообще не отказываюсь от помощи, да. Сделайте, пожалуйста, тест ДНК, докажите мне, что я отец. Вообще вопросов ко мне никаких не будет, и от меня тоже. Ну нет, вы такие типа, если окажется, что это ваша дочь, будете ли вы помогать? Он уже сказал, что будет помогать. Что мы тут разбираем? Давайте дальше. У меня есть ребенок, и если ставить его в пример, то мой ребенок, я считаю, ни в чем не нуждается. Давайте его сейчас поговорим. Понимаете? Это тоже можно... У меня такой вопрос, конечно, вопрос. У меня такой вопрос. То есть у вас были отношения личные с нашей героиней, а, значит, вот этой девочке 4 года, правильно? Ну да. 4 года. Вашей дочке, которая сейчас у вас в браке, тоже 4 года. То есть получается, что вы изменяли своей жене или как? Вот я не понимаю. Хороший вопрос, дамочка, хороший. Как это все так произошло? Вы же не отрицаете факт, что у вас были какие-то интимные отношения, да, с нашей героиней? Нет, не отрицаю. Так, отлично. То есть получается, что у вас еще и факт измены в вашей жене, в вашей семье? Давайте мы сейчас делаем короткую рекламу. Далее в нашей программе мы узнаем, является ли Услан отцом девочки. Результаты ДНК сразу после короткой паузы. Андрей, в нашем шоу нет рекламы, поэтому я просто перебатаю и сразу узнаем результаты. И буквально через минуту мы узнаем ответ на вопрос, является ли он отцом ребенка Яны. Но прежде... Мама Руслана приехала поддержать его и хочет быть рядом в момент объявления результата. Встречаем ее с людьми... Зачем? Зачем она приехала? Уже не могли объявить результаты или что? Понять не могу. Игоревна Хатченкова. Здравствуйте. Здрасте. Ну что, Яночка, добилась своего, да? Захотела. Чего добилась-то? Зачем вы с этого начинаете? Вы неужели не видите, что этот человек аферистка? Нет, нет. Я, тихо, тихо, я мать пятерых детей. И я практически пятерых детей. Реально, вот все-таки в этот медвежий угол контрацепцию не завозят уже очень давно, как я понимаю. Булька, ты вообще охренеешь, когда оба твоих сына окажутся отцами ее детей. Но то, что она сделала и предъявляет моему сыну, который там якобы отец ее ребенка... Совершенно справедливо. Да на гуляйте я, у нее этих мужиков неизвестно. Мы же с ползой, она ему предъявляет... Я ей сказала, что ребенок не наш. Как вы можете говорить, что это именно... Это не наш ребенок. Значит, получается, у вас сыновья идеальные, а я такая вот гуляйте налево-направо. Мои сыновья не идеальные. Но все внуки похожи на моих детей. Все внуки, да. А это не похоже. Мое любимое. Похоже, не похоже, похоже, не похоже. Это не похоже. Посмотрите, какая... Вы общались на девочке, видели ее нафигу? Да, да, да. И что? Не похоже вообще. Вот у него есть дочь, Сабрина. Это копия папы. Стрижка одинаковая. Поступки надо отвечать. Он не гулял, любовь крутил, отвечай. Он развлекался. Он развлекался. Он так сознался. Эта женщина влезла в нашу семью. Еще до Руслана. В тот момент он не жил с Татьяной. Но давайте сейчас прекратим этот весь спор, потому что специалист ДНК, Снежана Королева, с результатами анализа ДНК-теста, пришла в эту студию. Сейчас мы все расставим по своим местам. Встречаем Снежану. Снежана, добрый вечер. Здесь сегодня потрясно. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас вы узнаете, напрасно ли ваши сомнения. Умеет, умеет держать интригу, драму. Хорошая девочка. Результаты теста на отцовство. Предполагаемый отец Данилов Руслан. Ребенок, родина Анастасия. Вероятность отцовства. Сто процентов. Стоп. Ноль процентов. Блин, не успел ставку сделать, елки-палки. Ноль процентов. Ноль процентов. Па-па-па-па-пам. Кто же теперь будет отец? Непонятно. Вы не являетесь отцом? То есть Руслан не отец девочки? Нет. Отец, я говорила вам. Ну понятно теперь все. Говорила, что она влезла. Хорошо, успокойно. Спасибо. Успокойно. И влезла пододеяло. Я не против своих внуков. У меня их семь. И восьмая не помешала бы. Я так понимаю, у вас еще второй есть. Второй сын, да. Есть. И второй тоже отец ребенка. У меня три сына. Три. И две дочки. А как вы отреагировали, когда один сын постречался с Яной, и потом второй стал встречаться с Яной? Отрицательно. Пожалели на свою шею. Пригрели змею. Ну, затя... Так, так, так... Ну, что же. Мамаша, тебе уже наполовину полегче станет. Сейчас будем узнавать, второй сын является ли отцом или нет. Чем вы так? Присядьте. Вы себя пожалели, когда в кровать со мной ложились. Вот так жалость-то. Яна, яна, подожди. Так, все-таки, если Руслан не отец. Кто же он? Сколько их еще было? Я думаю, что Яна навряд ли сейчас вспомнит, кто отец, потому что круг общения в этом плане у Яны довольно-таки широкий. Как ты толерантно выразился. Ну, не хочешь называть его прошмандовкой? Да, понимаю, ну. Круг общения в этом плане широк. Блин, ну ты прям джентльмен. В городе, кого вы спросите... В городе, я знаю. Да, между прочим, и вы тоже вошли в этот круг. Так что не снимайте с себя ответственности. Я не знаю, что вы ангел с крылышками. Я понимаю, что есть второй сын, второй брат. Давайте пригласим сейчас в эту студию Игоря. Игорь, еще один предполагаемый отец. Встречаем Игоря. Как-то Игорь, еще плохо выглядит. Здравствуйте. Ну что я... Я как бы все слышал, видел. Ну, теперь у меня... У меня были сомнения 30%. Это у моих сомнений не было глаз. 30%. Что Юля... Юля, моя дочь. Ну, теперь я, знаешь, на 90%. Не, братик, с тобой так не прокатят. Ты по-любому будешь бате Юле. Уверен, что она не твоя. Сомневаюсь. Сомневаюсь, что она моя. Теперь я сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь теперь. Я зато не сомневаюсь. Не переживайте. Структуру передачи, я так думаю, построена таким образом, что, скорее всего, он окажется отцом. Давайте послушаем, что вы говорили до начала эфира. Внимание. Ну, так получилось, что мы тут с Яной начали зажигать. Так, баловались, игрались. Я, что ты, блин, баловались, игрались. И что? Не предохранялись. Правильно? Ну, она уже с пузом была. Я объяснял, что я еще молодой, мне надо погулять. О семье я еще, как бы, и не думал. Она хочет, знаете, она, как бы, хочет нажиться на людях вообще, с ровного места. Это ты мне, Игорь, говорил, что ты не готов к семейнице. Или, по-моему, это ты делал все, чтобы я не встречалась с Русланом. Ты говорил, что он уже живет с Юлией Пушкарь. Я не спорю, он красиво добивался. Я не спорю. Мария Сергеевна, скажите, вот Яне, сколько у вас детей? Я мать семерых детей. Спасибо большое. Вы знаете, я хочу сейчас обратиться вообще к женщинам в целом, ну и к мужчинам в том числе, как к сильному полу. Ну, наша Россия, она вообще, как бы, полна такими женщинами, да, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. И справятся... Детей, вот представляете, семь детей у этой... Она выглядит хорошо, я бы в жизни не сказал. То есть, а если она еще их всех сама родила, ну, это просто реально... Блять, это круто, ну, блин, вот я просто похлопаю ей. Нравится, в принципе, с любыми сложностями в жизни. Вот, ну, и, к сожалению, наша страна все больше и больше полна мужчинами, которые ужасно инфантильны, ужасно безответственны, ужасно любят заявлять о том, что они главные, первые, что они, там, главы семьи и так далее. Но никогда ни за что не хотят нести ответственность. Вот я несколько раз слышала от наших героев, мы зажигали, ну, мы сходили... Минуточку, я не помню, как там у нас вот это все закрутилось по пьянке и не выберись, да, как говорится. Ну, обычная российская ситуация, среднестатистическая. Друзья мои, вы когда ходите к женщине в квартиру по пьяне, не по пьяне, в дом, вы что... Презервативчики с собой берите урок от матери многодетной. Не понимаете, что вы после этого похода должны отвечать за нее, за ее окружение, за ее детей, которых у нее может быть 5-10, там, не знаю, не 0. Не-не-не-не-не-не-не-не, стой, я тут с тобой максимально не согласен. Давай-давай-давай, придержи-ка, недорогая моя. Окей, то есть женщина ведет аморальный образ жизни, да, спит с кем попала направо-налево, окей, да, ну, и так уж получилось, что попал к ней я. Почему? Ну, одноразово, естественно, да. Почему я должен брать какую-то ответственность за ее детей, да, которые уже были до меня, окей, окей, да. Я возьму, если, условно говоря, я там влюбился, все, хочу на ней жениться, мне все равно, какой у нее бэкграунд был, да. Но если я там пришел один раз и даже не оставил своего ДНК у нее внутри, так сказать, да, то здесь, почему я должен брать за нее ответственность? Она сама хотела этого, так сказать, ну, чтобы я пришел и мы классно провели время. Так что я с тобой максимально не согласен. И так далее. Вы чего вообще, вот, как вы вообще себя ведете? Вы же мужчины, вы ответственные. Вы когда начинаете встречаться, жениться с женщиной, у которой есть тихо дети, вы должны мозг свой включать и думать, что вы должны нести за нее всегда ответственность. Извините, что я вас перебиваю, ради бога. Мне извиняю, не надо перебивать тут никого. Простите, секунду, можно я скажу? Дело в том, что у нее три девочки, чему она их учит? Вот сейчас вся страна... Да, да, мы уже начинаем понимать, что она плохая мать. И то, что вынесла вот эту всю историю на показ, это все, конечно, хорошо. Но если нет возможности сделать тест ДНК, окей, едем сюда. Все об этом узнают. Но также узнаем, кто отцы детей. Вот и все. Она смотрит, и все девочки... Вы представляете, она придет в школу, ее будут ненавидеть, ее будут унижать, ее будут оскорблять. Благодаря кому? Ей! Какой... Не надо детям показывать программу «Пусть говорят», а? Пока они в школе учатся. М? Например, где голова, спать можно со многими. Да пусть хоть со всеми. Но кто разрешил рожать? И сейчас детей вот этим позволят. Она знает поведение вообще. Давайте пригласим подругу Яны, Татьяну. Она приехала поддержать ее. Татьяна Акеева. Она знает про всю сложившуюся ситуацию. Встречаем Таню. Андрей, я, конечно, в шоке. Я не ждала, что... Руслан, мне отец ребенка, как бы, я очень в шоке. Игорь, ну, она с тобой жила. Так и что? Как бы, хотя бы подержи, что у нее Юля. Надо было не враждать, помогать. Тем не менее, я же не отец, получаешь, правильно? Мы тебе изначально сразу сказали, что... Она все равно будет тебе их платить. Если Юлю докажет, что это мое, действительно мое... Я была за тебя, я тебя жалела. Я тебе говорила, не кричи на него. Я в трудную минуту, когда происходили такие... Я всегда тебе помогала. Вы всегда защищали своего сына, всегда. И защищать, это же ее сын. Ты сама подумай, ну, ты же мать, елки-палки. Ну, ты тоже будешь защищать свою дочь, если у нее подобная ситуация возникнет. Конечно, она будет своего сына защищать, боже мой. Молодые люди, можно минутку внимания вам пытаются рассказать о том и донести до вас, о том, что за все ваши действия придется рано или поздно нести ответственность. Что этой ситуации не возникло бы, если бы вы не спали со всеми подряд. Я понимаю, деревня маленькая, но не до такой же степени-то, а? Почему со всеми подрядами? Чтобы вы вдвоем, два брата, не могли бы с одной женщиной иметь какие-то интимные отношения. Ой, не надо вашу логику. Если бы все жили и руководствовали с подобной логикой, у нас бы не было ни одной здоровой семьи. А если вы все красиво сначала поете, а потом в самый нужный пик подъезжали, то куда? Много было раньше слушаться, когда тебе говорили. Ой, слушайте, вы, который не помнит. Вы готовы, Руслана, не надо. Скажите, пожалуйста. Ты кого знаешь лучше, Руслана или Игоря? Я знала лучше Игоря. Игоря, почему он расстался? Почему, если ребенок, да, и она ему говорит, ты станешь папой, почему вдруг все прекращается? Ну, не хотел, захотела молодому человеку жить свободно. Молодой хочет, наверное, гулять, я не знаю. Мне невозможно никому жить. Он заходит, проведывает девочку или нет? Приносит там, не знаю, клюкву, грибы? Он взял, он ребенка, и то сказал, что я ему ее навязала. Ничего не таки было. Яна, яна, яна. Сейчас на лицо совершенно вопиющая безнравственность. Вы спите, кто как хочет. Отказывайтесь от всего, сами напиваетесь. Вопрос сейчас совершенно объективно должен быть. Я не пью, вообще. Я не защищаю. Да, 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 моя дорогая, мы тебе верим, все верим, все, конечно же, верим. Ты не пьешь. Даже ни разу не пила, возможно, даже в рот не брала. А алкоголь, естественно. Яна, 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 хороша только тем, что она не избавилась ни от одного ребенка. Она родила троих, а вы ее за это корите. Она мне дала ребенка. Понимаете, уже вопрос от кого, это другой вопрос. Но этот человек не сделал аборт. Она не лишила человека жизни. Уже это большой ей плюс. Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе мы разрешим сомнения Игоря. Является ли он отцом младшей девочки? Поста рекламы, результат ДНК теста Игоря. Конечно же, никакой рекламы не будет. Я очень быстро перебатаю. Со студии мы узнаем и разрешим сомнения Игоря. Нежаночка, побыстрее попрошу вас. Напряженный моментик тут у нас. Результаты теста на отцовство между вами, Игорь, и младшей дочерью, Яной Юлией. Я думаю, 100%. 99,9. Игорь, ваши сомнения в вашем отцовстве зародились буквально сейчас здесь, в студии. И зря. Вероятность отцовства 99%. Вы отец. Да, уже читаю этот мир просто и легко. Хорошо, хорошо, с одним, с одним, вернее, ребенком мы разобрались. Но есть еще два, которые точно так же неизвестно чьи. Ты уже морешь, елки-палки, такие шутейки тут вбрасываешь, плюю мою. Дорогие товарищи, сегодня очень много. А можно, чтобы я получу ответ на свой вопрос? Скажите, пожалуйста, Яна, и вы тоже, вы знаете, что такое средство контрацепции? Если вам так нравится, ну, быть друг с другом очень часто, хотя бы средство контрацепции, почему вы не применяете? Чтобы не было вот таких ситуаций. Вы говорите, подобные ситуации сплошь и рядом везде по всей России, не только у нас в России. Да. О чем вы говорите? Когда все это происходит с конца, не понимаете? Блять, конкретно за себя ответь, почему ты не зашел в магазин, не купил эту пачечку гусарских и не пошел на свидание. Вопрос конкретный и очень хороший вопрос, потому что он у меня тоже есть. Красные люди, вы же прекрасно понимаете, что... Давайте, скажи, у тебя семья есть? У меня была семья. Я был официально женат, вот, но благодаря Яне мы развелись. Опять, благодаря Яне. А то же есть режим. А дети в той семье есть? Потому что у нас было заявление на него. Почему вы такие вот вообще... День у тебя есть? Есть там, в Кондопоге, официальная дочка. Официальная дочка? Да, но она на мне не записана, потому что, когда разводили нас, меня не было там. Меня даже в город, в Кондопогу не пускали. То есть и это на тебя не записано, и там на тебя не записано. А тут записать там, только приехать и все, тут записать там как бы... У него есть официальная дочка, на него есть официальный элемент. И на которую ты лично запретила сама уделять ему деньги, или что-то еще. Да ему и нещего их уделять, молодые люди. А как же он работал? Он 30 тысяч получал по нашим меркам хорошие деньги. Да, да. Я думаю, в 2012-м, когда доллар был по 30 рублей, то, в принципе, плюс-минус около тысячи долларов получал. Если вроде в расчетах правильно все. Малых, Руслан, что он получал 30 тысяч. Я не спорю, он зарабатывал, зарабатывал. Малых, когда получал такой, что он заработал раз за месяц, он в два раза больше унес в семье. Скажи, пожалуйста, почему ты, живя с ним и родив от него ребенка, не записала девочку на него сразу? Потому что не прошло 300 дней после развода с Родиной. Есть такой закон. В ЗАГСе нам отказали. Она хотела со всех поиметь. Это правда? Все, бабушка, бабушка, все, ты счастливая обладательница внучки. Так что все, давай, придержи-ка ней тоже. Я так понимаю, что это было связано с тем, что она с предыдущим мужем не была разведена. И поэтому ребенка записывали на этого предыдущего мужа. Я была уже разведена, но не прошло еще 300 дней. Да, соответственно, посчитали, что 9 месяцев как раз возможно, что у вас этот ребенок от мужа, с которым вы жили. Ты готов поддерживать дочь? Ты не будешь бросать? Ты будешь навещать? Ты будешь быть... Нет, конечно. Сейчас вот я приезжаю в город, вот первая возможность мне появиться в городе. Я даю ребенку свою фамилию, свое отчество. И помогать ей буду, как бы оно ни было. Вот, все, вот это уже взрослый разговор. И не надо на него гнать, потому что, ну, не был он уверен, что это его дочь. Мама, Боб, один пристроен, господи, уже хорошо. Давайте послушаем, что говорит человек, на которого записаны все дети, Олег. Олег Родин, внимание. Ну, с Яной мы прожили 3 месяца, и потом я уехал по многим причинам. И через 7 лет... Мы знаем, что тебя посадили, не переживай. Я вернулся в Карелию, чтобы решить свои проблемы. И узнал, что у меня, оказывается, уже трое детей, все записаны. Сюрприз. Ну, извини, ну так получилось, что тут поделать. На меня, и уже примерно идет второй месяц, как капают пени за элементы. В принципе, за что я должен платить? За то, что дети не мои? Яна, она вообще сама по себе человек такой, который спекулирует постоянно детьми. Если, допустим, мы сегодня с тобой поругались, я заморачиваться не буду, есть другое. То есть, с тем поругались, я не заморачиваюсь. А это уже третий человек говорит о том, что Яна не хороший человек. И плохая мать, возможно. В чем-то. Я не буду, есть следующее. Яна залетная. Фу, в общем, проблема. Ну что, Олег Родин тоже оставил все свои дела и приехал сегодня, чтобы посмотреть... А у него там, конечно, дела, я уверен, были вообще миллион был. ...на свою жену, с которой он был расписан 8 лет с Яной. Встречаем Олега Родина. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, наверное, в защиту, я бы хотел сказать, в первую очередь, мужчин, ну и в защиту детей. А не Яны. Ну, маленько расскажу свою историю. Просто... Выглядит хорошо, скажем так. Его бы, типа, переодеть, условно говоря, пинжачок накинуть, все, сади, эксперт, пиши, адвокат, все. Так получилось, что в свое время я увлекся женщиной, не буду, думаю, там, кривить душой. Ну да, скажем так, что любил на то время... Извали ее Яна. Да, и по-разному, и ласково. Сейчас, конечно, я смотрю этими глазами и думаю, какой я дурак был, но это было сейчас. А было потом. А до этого она как была? До этого было все хорошо для меня. Не знаю, как для тебя. До этого ты любил всех подряд женщин. Ну так... Так, 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 так. Это уже, я считаю, обвинения необоснованные. Необоснованные доказательств нет. Так что... А вот то, что ты любила других мужчин, доказательств очень много. Платить не надо, все хорошо. Как надо расплачивать. Один, два. Да подождите, дайте послушать. Ну, пожалуйста, выслушайте. Может, на то время я и любил там всех подряд, ну, тебя больше. Я иду с тебя дару здорово. Молодец. Это очень сильный. Тут, понимаете, в жизни у меня произошла такая проблема, что я расписался с Яной, и так как прочерк стоял у ребенка, он был родившим, ну, с собой, как я могу проживать с женщиной в дальнейшем, и с прочерком. Ну, я записываю на себя ребенка сознательно. Ты написал еще и раньше записал. Для того, потому что, когда мы расписывались с Яной, я знал определенно. Дело в том, что я уже был, как это называется по закону, под распиской. Под следствием. Ну, проще сказать, была кража. Была кража мелкая. Мы с надеждой... А вы не можете быть отцом этого ребенка, если Руслан не отец? Сто процентов нет. По одной причине я объясню. Дело в том, что потом... Яна попросила меня, давай все-таки ребенка запишем. Возможно, тебе дадут поменьше срок. В дальнейшем, в дальнейшем, она пришла ко мне на свидание решить вопрос, что в дальнейшем она не может со мной проживать, так как ребенок, она с ребенком, ей нужен развод и так далее. Я не мог просто позволить себе справки собрать там и так далее. Это было возложено на нее. Но за это время, как вы понимаете, я освободился. Потом у нее уже, будучи на свободе, у нее рождается еще один ребенок, но я уже работаю, ставлю свою жизнь на ноги, самостоятельно завожу себе... Не завожу, это грубо сказано. Влюбился по-настоящему. У меня родился сын. Ну такой влюбчивый, да, молодой человечек получается? Лапочка, мой бриллиант. И у супруги от первого брака тоже, я его считаю родным сыном. Сейчас у вас двое детей. Сейчас у меня трое детей. А, трое, двое своих и тот... Да, двое своих и трое у меня от другого брака. Пять. Пять, пять. Если так грубо. И усыновленная дочь. То есть понятно, что заботиться и платить есть кому, без Яночки. Да, было, знаете, может быть в жизни она поняла, что я все-таки начал зарабатывать, в жизни встал на ноги. У нее произошло такое, спера намеками. Ты как вот думаешь платить, когда я уже узнал, что у меня элементы, я ее попросил, чтобы с законом только у меня не были проблемы. Потому что мне хватило этого жизни. Тебя с Игорем на протяжении года просили написать письмо нотариусам, что это дети не твои. Ты целый год нам пудрил в мозге, когда я подал на алименты, ты зашевелился. О, на мне трое детей, конечно. Дело в том, что вы прекрасно все понимаете, здесь женщины сидят. Когда она была беременна третьим ребенком, будучи уже, допустим, первый месяц, зная, что беременна, она спокойно могла сама развестись, зная, что он не от меня. Ну давайте познакомим Яну с вашей лапочкой, которую вы встретили по жизни. Елена, ваша новая супруга, новая любовь. Пусть Яна посмотрит и позавидует вам. Лена Родина. Так, Еленочка, я попрошу вас без рук, без рукоприкладства. Ну, все взрослые люди, да? Всем здравствуйте. Я нынешняя, ну как, жена, не жена? Официально? Ну, вы детей рожаете? Ну, вы говорите, что вы жена. Жена. Олега. И вот у меня большая просьба вот этой передачей помочь нам снять этих детей, которые вообще даже биологически не являются, но записаны на Олеге. А скажите мне, Яна звонила вам, угрожала, писала, что вот здесь? Они, она звонила Олегу, все ей было мало. Потом мы просто вот это вот, смотря на Олега, какой он просто после разговора раздражительный и все. Мне это надоело, я попросила, чтобы девушка не звонила по телефону. Ой, такие приятные, спокойные, как будто бы все нормально. Ну, типа, к ним вообще меньше всех претензий, даже зал молчит. Как-нибудь по-другому они связаны с... А отказаться от этой дочери он не может? В настоящий момент нет, она усыновлена им. Я беру ответственность на сегодняшний день. Если это прекратится, ты мне должен пять, ты мне должен пятнадцать тысяч, чтобы это законно было, вот определённая сумма на одного ребёнка. Всё объясняю, я за троих плачу. Все ваши права и... Не, вы совершенно правы, вы должны платить за одного, другой должен платить. Вот товарищ Игорь сидит, он за другого должен платить. Найдём ещё какого-нибудь Васю, Вася будет платить за третьего. Давайте найдём отца биологического. Ты общалась с Яной, ты сестра, да, я понимаю, сестра Олега. Ты общалась с Яной, как-то пыталась её вразумить, что... Да, я говорила, что тебе не стыдно, если дети не являются, ну как бы по совести, да не должны быть алименты. Чё ргаешься, а? А она что? Она, надо, раз он взял на себя ребёнка, значит пускай платит. То есть её... Угу. То есть там не буква А точно, да? Всё, понял тебя. Только деньги интересуют. Да. Воспитывай. А он оплатил. Я не воспитывал даже. Красивый дед. Может, найдётся и отец первого ребёнка, да, на котором... Вот, вот этой, да, девочке? Олег! Он найдёт... Вообще, известен вообще этот человек кто-нибудь? Извините, я могу вас... Известен? Извините. Ну давайте его тоже пригласим, сделаем ДНК, и тогда с тебя груз с ветер. Ты знаешь этого парня? По слухам. По слухам. Дело в том, что извините. Яна, вы знаете своего первого... Я не могу молчить с Ильцом. Она категорически была против того, что вы его предвозили. Да. Первого, да, она знает. Не уверена в этом. Олег! Надежда, а вы уже поняли, что вообще ни в чём не уверены, но... ДНК подскажет! Самое главное, что ты не пьёшь, не пьёшь. Всё, тогда вообще вопросов нет. ДНК вот выявила. Андрей, извините, пожалуйста. Дело в том, что... А почему ты должна всем всё своё кричать, что меня когда-то кто-то носил? Почему я должна об этом кому-то рассказать? Ты не сказала, что тебя носиловали. Что вы такие, чтобы я вам свою жизнь дедину рассказывала? Ты не сказала, что вы сидели там, пиво пили. И у тебя, как говорится, тусы с дура. Ладно, отлично. Одного отца мы нашли, детей трое, да? Этот не биологический отец одного из ребёнка. Где ещё двое тогда? Давайте мы сейчас делаем короткую рекламу. Андрей, Андрей, давай уже без вот этого. Все мы знаем, чем это всё закончится. В нашей программе «Отец» сегодня в центре внимания история нашей героини Яны Родиной из Медвежьей горы в Карелии, которая сомневается и пытается понять сегодня на эфире, кто же, кто же отец её троих детей. Она рожала всех от разных мужчин и сегодня все предполагаемые мужчины в нашей студии. Олег Родин, на которого записаны все девочки, не хочет платить элементы, зная, что он не отец. И Снежана Королёва сейчас появится в этой студии с результатами анализов ДНК Олега. Очень часто кажется, что Олег тоже чей-то отец там. Санка, у тебя, конечно, всё вообще работает дохренюще. Если у дочери, вы юридический отец, а биологический... Нет, нет, все трое мы. Давайте послушаем результаты. Лаборатория Снежаны работает круглосуточно для героя программы «Пусть говорят, вы видите здесь». Однозначно просто. Загрузка вообще выше крыши. Итак, отец Родин Олег, ребенок Родина Олеся, это старшая дочь Яны. Вероятность вашего отцовства 0%. Ну это понятно. Так, Олег и Настя. Вероятность отцовства также 0%. Вы не отец. Ну что, поздравляю вас. Может быть, хотя бы это уменьшит вас в расходах. Я пожизненно буду смотреть программы с вашим участием. Главное, чтобы вам попадались по жизни хорошие женщины. Хочется пожелать, что мы текли. Есть еще один ребенок и еще один претендент. Николай. Давайте послушаем Николая. Внимание. Плачки. Точно еще же есть Николай. Мы просто знали, мы в поселке друг друга и все. Да не было. Николай выглядит так, как будто бы он по жизни такой чина, чили на расслабоне. Да я вообще не удивлюсь, что даже, скорее всего, хочу, чтобы уже это все поскорее закончилось. И мы нашли вот отца девочки. Ничего, успокойтесь, вы, емая. Какая любовь. Мама ее на этом слухе распространяла, что от меня, то не от меня. Она мне не лично, никак-то не говорила. Сейчас у меня, да, семья, ребенок. Четырехлетний сын. Ну, а что я теперь могу сделать? Серьезно. Если даже он мой. Есть, есть. Итак, Яна сказала, что первая девочка старшая, это от Коли Чукова. Коля Чуков сегодня тоже приехал на эту программу, находится за кулисами. Встречаем Николая. Получается, что мы не знаем, от кого самая маленькая, да, девочка? Итак, вы предполагаемый отец старшей дочери Олеси. Да. Что вы думаете о том, что вы услышали сегодня, о результатах и о всем, что мы здесь сегодня узнали? Шокер. То есть вы все эти годы не знали, что девочка от вас? Нет, просто ходили слухи, вокруг да около, но я этого как бы, ну, тета-тета у нас не было, чтобы она пришла и сказала, это дочка от тебя. А как супруга отреагировала, когда узнала, что вы сейчас едете на программу, издаете ДНК и Яна ждет? Ну, она со мной. Давайте спросим, вы сегодня здесь, скажите мне, как для вас вся эта история сегодня? Аксен. Здравствуйте. Ну, как? Ну, конечно, Санта-Барбара самая настоящая, если честно. А ну, если окажется... До сегодняшнего дня я думал, что город Медвежий Горск известен только по фильму «Любовь и голуби», да, где все это происходило. Сегодня этот... Меньшов там, я думаю, подпрыгивает сегодня режиссер. Мне это даже и тест ДНК докажет, что Николай – отец данной девочки, Олеси. Я думаю, уже ничего не изменит. Я думаю, как бы, будем помогать, да, и сделаем все возможное, чтобы ребенок был... Браво, абсолютно адекватно. Не был в обиде, потому что я сама мама, у меня маленькая. Да, вообще, без правильного. Вот, типа, первые там что-то они поскандалили туда-сюда, а эти выходят совершенно адекватно и все понимают, что, типа, дело-то не в них, а в основном-то было, а в нашей бестии, так сказать. Ну, и никто не отказывается. Вот, ну, только скажите, что да, я отец, пожалуйста, все, вопросов нет, я буду помогать. Я был маленький ребенок, и, как бы, в наше время жить, растить тяжело от детей в одиночку. А вы Яну знали до сегодняшнего дня? Да, знала. Ну, и для вас? Знала, и в свое время общались, как бы, ну, как бы, для меня, конечно, все равно как-то смятение. Сметение и чувство такое, небольшой угнетенности есть, но, в принципе, уже что сделано, то сделано, а уже ничего не вернешь. И на кого-то нападать, на кого-то нападать или кого-то обвинять, я никого не буду. Да, пожалуйста. Вы знаете, вот, вы знаете, вот сидит настоящая русская женщина, а это настоящие русские мужчины, на которых держится Россия. У нас, хочу защитить мужчин, у нас миллион мужчин воспитывают детей без мамы, они одиноки, отцы-одиночки. Причем из них 50 тысяч воспитывают детей, мама погибла, они ее детей воспитывают, можно сказать, биологически, чужих детей. Но юридически, душевно, сердечно, они все наши дети. Вы просто молодец. И вы. Если бы не ее характер, мы бы жили бы дальше, дети бы росли бы со мной. Ой, ну все, 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 уже ты давай без этого. Ну, ну, не надо тут ничего, тут говорить, себя причислять к тому, что ты нормальный чувак. Все, ты главное вот, свою дочечку вырасти. Я надеюсь, там все будет хорошо. Ну что, я думаю, что Снежана Королева сейчас с конвертом ДНК расставит все точки на ДНК. Встречаем в очередной раз Снежану сегодня. Судя по тому, что сколько осталось, у нас будет еще какой-то секретный гость. Тест на отцовство. Предполагаемый отец Чуков Николай. Ребенок Родина Олесия. Николай. Вероятность вашего отцовства? Сто процентов. Ну, девяносто девять. Ноль процентов. Пу-пу-пу-пу-пу. То есть, одна из трех сегодня только обрел отца. Вот то, что мы увидели и услышали сегодня, это вот так типично для Карелии? Нет, я бы не сказала, что это типично. Я смотрю перед подачей и думаю о том, что то, что ваше... Я не... Из вашей помощи. Как-то Яне... Рожать еще больше. Нет, помогает Яне... Из вашей помощи. Бабушка, ну будьте подожди. Вы мне в этом не помогаете. И своей внучке разводок, и дружку. Я думаю, что ваша передача делает благородное дело. И еще я хотел бы сказать спасибо вот этой женщине. Если ребенок в этой студии... Я действительно в шоке от того, что происходит с Санта-Барбарой. Ну, ребенок, помогали дочкам, но это не просто они папы. Невозможно! Ребенок, это Олеся. Потому что я признал. И тут ничего не сделал. Хоть отцов там по закону, я... Это же по закону, я не имею прав в дальнейшем всех спасил, потому что... Подождите, пожалуйста. Я получил документы, где на документах написано элементы за троих детей. Ну просто почему я должен вот этих 15 тысяч отнимать от своего ребенка, хотя я могу в Москве на 15 тысяч одеть его? Это раз. Во-вторых... Я все понял, что вы готовы поддерживать Олесю и не оставить ее в беде. Полностью. Я это понял. Ты. Я готов. Я два раза в неделю появляюсь в Медгоре. Вы к какому люди держались? Когда я обращался, когда я говорил, когда я пытался даже наказать просто ребенка, просто пусть даже хоть в угол поставить, она мне кричала, что я не имею, но это право. Вот теперь дайте мне бумажку, что я имею право. Она у тебя в руках, ты отец. Я говорю, дали. Дали, говорю. Что бы тебя устроило? Разве это мать, которая вот берет ребенка, я ухожу, она берет ребенка, одевает, к этой же подруге, приводит во двор, кидает, мне звонит, твой ребенок там, забирай его, ебанка. А нет оснований не верить этому молодому человеку, нет. Но, как я и говорил в самом начале, нам сделали то, что она такая бедняжечка-бедняжечка, нам не должно быть ее жалко. Потом выясняется то, что она творит всякую дичь. Ну, в принципе, я уже научен, поэтому не верю. Это действительно так было? Дело в том, что женщина может быть действительно загнана в такие... Какая-то помощь нужна? Помогали. И хотя бы периодически к ним приезжали, говорили, что я твой папа. Всеми, вам готовы помогать воспитывать детей. Вы же сейчас становитесь на такой путь, а вот, да, вот этот... А, нет, нет, я сейчас им еще пику вбок. Подождите, подождите. Так вот, вы знаете, знаете, что бывает даже вот в Москве? Женщина одна рожала детей для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Выявили, выявили, ее лишили родительских прав. Она теперь сейчас бегает, восстанавливает права. Вы не думайте о том, что своим вот сейчас поведением, да, то, что вы накаливаете обстановку. У вас есть наверняка там соцзащита. Придут и скажут, идите, деточки, живите в приюте, а вы будете дальше... Прекратите, пожалуйста. Прекратите, пожалуйста, давите, да, она не права тысячи раз, понимаете? Ее поведение... Какие-то разборки пошли, че-то, куда кого-то... Мужик молодец, он правильно на нее... То есть, возможно, у нее даже какая-то финансовая мысль там закралась о том, чтобы нажиться на детях и на их отцах. Возможно. Потому что, ну, такая мысль уже неоднократно, так сказать, прозвучала за сегодняшнюю программу. Проведение совершенно аморально, но мужчины в нашем обществе, к сожалению, совершенно безответственны. Постоянно. Вот у тебя муж безответственный? Скажи мне, если да, тогда ты можешь так говорить. Если нет, так а че ты... Ну, вообще, так говоришь. Жить не вскорчат. Угружают тем, что отберут детей, тем, что она нагуляла, тем, что отражать много ума не надо. А они сидят и ни за что не отвечают. Они готовы отвечать, но она, смотрите, как... Вот, вот, буквально вот за меня мужик говорит. Передача какие-то 2000 удается из кого-то вычеркнуть, но это позор. 50 на 50 ответственность и по закону, и по моральным, и по сердечным делам. Евдак Иванович, вы не с пустыми руками, я вижу уже сегодня. Да, вы знаете, что это надо помочь. Но это просто... Останавливается, подбегают женщины, мужчины с ягодами, с грибами. Ну что же, на этом все. То есть, одна девочка обрела отца, вторая, так сказать, приемного отца, а третья пока что остается только с мамой. Думаю, будет второй выпуск, если я его найду. Не факт. Ну, как вам? Пишите в комментариях, что вообще думаете по поводу всей этой ситуации. Кто виноват больше, отцы или мать? Ну, а с вами был Мамберс. Пока.